МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфир информационная программа Вести Кабарнеобалкария в студии Беслан Суидимов и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Год без Казбека. Коллеги по цеху вспоминают трагически погибшего молодого журналиста. Служба идет, работа ждет. Народные избранники решают оставить рабочее место за призывниками. В республике появится спортшкола для детей-инвалидов. Предложение Минспорта поддержало правительство. Сегодня ровно год как не стало Казбека Гикеева. В декабре прошлого года один из лучших сотрудников нашей телекомпании после прямого эфира в Вести не дошел до дома. Громкое убийство молодого журналиста в стране вызвало широкий резонанс. Если нам, коллегам и друзьям, по сей день сложно поверить, что Казбека больше нет рядом с нами, то каково его родным, его матери? О его ярком, коротком и по тому трагическом пути наш первый материал. Работаем, да? Его работой были новости. 5 декабря 2012-го новостью дня стала его гибель. Темный переулок в Нальчике, встреча с девушкой после вечернего эфира, вопрос, казалось, случайных прохожих. Ты Казбек Гикеев? И выстрелы в упор. С того дня мать никогда не снимает с руки кольцо. Сыновья, близнецы Казбека и Алибек, подарили его незадолго до трагедии. 8 марта, в день своего рождения. Ну и вот я вас не увидела, это за два года еще, что камешек с кольца выпал. Я проснулась, очень нервничала, поняла, что это какой-то нехороший знак. Ну, списала на что-то, ну, какие-нибудь мелочи. И только потом, когда все это случилось, Алибек мне сказал, мама, этот подарок мы тебе не вместе покупали, это он сам со своей зарплатой покупал. Вот это когда я поняла, что... Профессиональная деятельность, основная версия силовиков. Через час после убийства, мощная информационная волна. Улыбка Казика на всех телеканалах. Не просто сочувствие. Знак журналистской солидарности. Я слишком широко улыбаюсь. Они подумают, что они искренне. Страна поверила. Расследование тут же взяли под контроль главы МВД, Следственного комитета и президент России. Через пять дней назвали имя первого подозреваемого. Участник незаконных вооруженных формирований Зейтун Базиев. Чуть позже определили второго. Иная Табухов. По данным правоохранительных органов, оба проходили еще по нескольким уголовным делам. На след вывела баллистическая экспертиза. Два месяца спустя Базиев оказал сопротивление при задержании и был убит. Табухов до сих пор в розыске. Версию о заказном характере убийства следствие считает несостоятельной. Мы считаем, что Базиев сам организовал данное преступление, вовлек в него Табухова. И они вдвоем именно совершили это нападение. Чтобы не установили его сотрудники правоохранительных органов, он не привлекает много лиц, не распространяется о том, о готовящемся к преступлению. То есть подготовка идет скрытно. Чем меньше лиц знают о том, что он готовит это убийство, тем больше вероятности то, что оно состоится. Доказательная база, считает следствие, сомнений не оставляет. Уже сейчас уголовное дело насчитывает 100 томов. Сроки окончания расследования пока не называются, даже примерные. Ждут результатов нескольких сложных экспертиз, в том числе генетических. И главное, задержание Табухова. Рано или поздно его найдут. Вот только в эфире больше не будет ярких сюжетов и остроумных стендапов Казбека. Якутский головной убор, татарский чапан и типичная балкарская внешность. Ничем не символ народного единения. Не будет звучать его чистый, литературный балкарский. Продиции, обычаи, все связанное с его народом, это для него было на первом месте. Он мог даже такие вот сочинения писать. Настолько он насыщенно писал свои сочинения, что я вот читала и удивлялась. Он это не выписал, потому что вот этого нигде нету. Значит, вот он сам полон вот этим, вот этой любовью к своему народу. И у него всегда они получались исключительные. Он родился 8 марта, в день, когда в 44-м по приказу вождя народов началась депортация балкарцев в Среднюю Азию. Убит 5 декабря, в день Сталинской Конституции. Казбек Гекиев, ведущий программы «Вести Кабардино-Балкария». Стендап в якутском головном уборе, который вы только что видели в сюжете, одна из самых остроумных идей Казбека. Этот материал о фольклорном фестивале «Алтан-Майдан» в Предбрусе увидела вся страна. Он прошел в федеральном эфире. Неожиданная авторская задумка покорила многих. Он не умел формально, как бы со стороны, освещать события, любые. Он становился их участником, не удержался и на этом фестивале весной прошлого года. Вот как это было. Веселье, радость и несмолкающая музыка. Поляна Чигет сегодня представляла собой настоящую многонациональную карусель дружбы. Концертную программу под таким названием участники фестиваля приурочили к еще одному значимому событию – Дню Возрождения Балкарского народа. Подарок от русскоязычного коллектива «Росичи» – песня на балкарском языке. Знакомство гостей с национальной кухней Кавказа за праздничными столами, разнообразные мясные блюда, лакумы и, конечно же, настоящие балкарские хичины. Искусные хозяйки секрет их приготовления скрывать не стали. Хороший сыр, жирный сыр и жирное масло. Вот и все. Хорошее. И от души, когда делаешь, от души. Вот тебе и хорошие хичины. С душой на праздники подошли и к самому главному – концертным номерам. Мужественность парней, грация девушек, отточенность движений кавказской лесгинки и почти плывущий шаг и женственность киргизского танца. Национальные отличия сегодня размыла царившая на торжестве единая дружеская атмосфера. В фойе пансионата Чигет участники фестиваля организовали выставку народного прикладного искусства. Здесь же устроили настоящую полиэтническую дискотеку. Сопланированное строгое дефиле в национальных костюмах нарушило неуемное желание танцевать. Духом межнациональной дружбы прониклась и наша съемочная группа. Якутский головной убор, татарский чапан и типичная балкарская внешность – ничем не символ народного единения. Гости из Украины за несколько дней, выучившие татарскую народную песню, и осетинский мальчик, пытающийся обучить киргизских ребят, а зам лесгинки. Это и есть атмосфера фестиваля, которая заставила забыть о конкурсном соперничестве. Председатель жюри, знаменитый болгарский певец Бесер Киров подытожил точнее. Полклорный фестиваль Алтен Майдан, он приурочен в будущем. И я смотрю здесь этих детей и думаю, что мы не ошиблись. Здесь будущее с нами. Вот они. Давайте, машите с руками. Казбеки Киев, Муайет Тохов, Вести, Кабардино-Балкария. Честный, открытый, веселый. Каким еще запомнили его друзья и коллеги сегодня в телецентре, который стал для Казбека практически вторым домом, соберутся все, кто знал его лично. В 18.30 в большой студии будут вспоминать талантливого журналиста. Прямой эфир начнется с фильма о памяти Казбека Киева, облаченный в лучи солнца. К другим темам. Глава Кабардино-Балкарии поздравил депутатов республиканского парламента с двойным юбилеем законодательного органа. Обращение Арсена Конокова сегодня опубликовала Кабардино-Балкарская правда. Глава особо отметил вклад народных избранников разных созывов в становление и укрепление стабильности республики. Цитирую. За прошедшие годы парламентом КБР создана надежная законодательная база для социально-экономического развития, демократизации всех сфер и формирования современной государственности Кабардино-Балкарии. Уверен, что роль высшего законодательного органа республики в жизни общества в дальнейшем будет только возрастать и совместными усилиями мы сумеем обеспечить благополучие и процветание нашему народу. Конец цитаты. Возможно ли сохранить за призывником его рабочее место и как это сделать, чтобы работодатель не остался в накладе? Об этом сегодня говорили на заседании президиума парламента КБР. Отзыв на проект этого федерального закона вызвал у депутатов полемику. Мнения разделились. Документ предлагает сохранять должность за срочником, ушедшим в армию. По словам спикера законодательного органа Новора Чеченова, государство должно таким образом защитить призывника. Однако нужно подумать об интересах нанимателей, особенно работодателей-частников. В результате обсуждения парламентарии проект решили поддержать. Сегодня же президиум рассмотрел и ряд других законодательных инициатив. Минфин сегодня отчитался перед Кабинетом министров об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев текущего года. Этот вопрос в повестке очередного заседания правительства значился основным. Госдолг сокращен. Было 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Сейчас меньше 1 миллиарда 800. Сообщил профильный министр Мурат Кирефов. Расходы превысили 16 миллиардов рублей. При этом бюджет недополучил почти четверть акцизных поступлений от производства алкоголя. Общие доходы исполнены в объеме 18 миллиардов 269 миллионов рублей или 69,4% от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, темп роста составил 108,3%. Привезти в бюджет дополнительные средства можно, но для этого нужно сначала определить кадастровую стоимость объектов недвижимости и внести изменения в порядок разработки прогнозного плана приватизации, считает исполняющая обязанности министра госимущества Анна Танканок. Пример, представленный ведомством документы, поддержал и призвал Кабмин сейчас принять их в предложенном варианте, а позже проработать в соответствии с федеральным законодательством. Одобрение получил и проект Минспорта по созданию республиканской спортивно-адаптивной школы для детей-инвалидов. Владимир Путин призвал общественность контролировать исполнение майских указов. Президент России сегодня участвует в работе форума Общерсийского народного фронта. Обсуждают его участники не только майские указы главы государства. Звучат важные для всей страны вопросы от проблем в ЖКХ до кадрового потенциала России. В форуме действий именно так назвали нынешнюю встречу общественники. Участвуют и представители Кабардио-Балкарицу, председатели регионального отделения ОНФ. Вопросы и предложения, которые звучат сегодня на встрече, могут найти отражение в послании президента к федеральному собранию или попадут в его обращение к губернаторам, считают эксперты. И последнее. Сегодня в 15 часов 15 минут в Жанхотека введен режим КАТО. Об этом сообщает оперштаб в Кабардио-Балкарии. В населенном пункте действует ряд специальных мер и временных ограничений. К этому часу вся информация. Далее о погоде на завтра расскажет Зухраб Шихачева. Следующий наш выпуск уже в 19.40. До встречи на телеканале «Россия». Добро пожаловать в санаторий «Синдика». Современное оборудование и эффективное лечение. Функциональные исследования, консультации кардиолога ЭКГ. Прием ведут врачи высшей категории. Будьте здоровы, будьте счастливы. Санаторий «Синдика», улица Пирогова, 8. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. В последний рабочий день недели благодаря антициклону в регионе ожидается сухая погода. Температурный фон немного повысится. Плюс 3,5. Над Зульским районом небо ясное. Здесь 0, минус 1. У подножия Эльбруса при переменной облачности температура будет колебаться на отрезке от минус 1 до минус 5 градусов. Умеренно морозно в Тернаузе. 2 градуса ниже 0. Сухо. Преодолеют эту отметку столбики термометра в Баксане, Чигиме и Норткале. Местами воздух прогреется до 4 тепла. До плюс 5 прогнозируют синоптики в Прохладненском и Майском. А также в Терском и Лескенском в этих районах преимущественно без осадков. В Кашхатау всего плюс 1, менее ветрено. В Нальчике с утра возможен туман. К полудню солнечно, воздух прогреется до плюс 2-4 градусов. Это был прогноз от центра ФОБОС. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok